Глубоко уважаемые дамы и господа, глобоко уважаемые коллеги, в нашей клинике работают ведущие специалисты страны в области лечения онкологических заболеваний. Сегодня мы представляем вам лекцию заслуженного деятеля науки Российской Федерации, лауреата Государственной премии Российской Федерации, нашего консультанта, химиотерапевта, профессора, доктора медицинских наук Горбунову Веру Андреевну. Пожалуйста, Вера Андреевна. Добрый день, глубоко уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги. Речь пойдет о новом методе лекарственной терапии рака, а именно иммунотерапии. Еще во второй половине прошлого века выдающийся отечественный патоморфолог предрекал развитие иммунотерапии рака, говоря на основании анализа смертей погибших от несчастных случаев говорил о том, что иммунотерапия и, в частности, естественный иммунный ответ имеет большое значение для развития рака, и многие люди переживают несколько опухолей за период своей жизни. И затем начала на основании наблюдений начала развиваться иммунотерапия в результате того, что врачи наблюдали спонтанный регресс многих опухолей во время лечения их. Таким образом появилась адаптивная иммунотерапия, затем вакцины, затем интерликины, интерфероны, и вот, наконец, появились первые лекарственные препараты, которые с 14-го года этого столетия вошли в клиническое использование. Существует концепция иммунного редактирования опухоли, которая контролирует рост и развитие злокачественных клеток. Первый этап – это элиминация, когда иммунные клетки подавляют развитие клеток опухоли, они уничтожают появляющиеся клетки рака. Дальше существует этап равновесного состояния, или так называемый спящий рак, когда опухоли не дает развиваться иммунная защита. И затем наступает уклонение, когда опухоль развивает процессы, позволяющие ей уклониться от иммунного редактирования, и наступает прогрессия опухоли, и, наконец, ее уже естественный злокачественный рост. Врожденная иммунная система включает различные клетки, это в основном тучные клетки, дендритные клетки, макрофаги, натуральные киллеры. И существует также приобретенный иммунитет, который включает уже развитие специфических клеток защиты. Это Т-клетки CD4, CD8 являются примерами, и антитела, которые развивают Б-клеточный иммунитет. Иммунная система распознает и уничтожает рак, используя многочисленные сложные механизмы. Наиболее просто это представлено на данном слайде, где вы можете увидеть, что в микроокружении опухоли выделяются антигены, которые активируют антиген, презентирующие клетки, которые в свою очередь активируют натуральные киллеры и Т-лимфоциты, и Б-лимфоциты, и уже антигены и натуральные киллеры вступают в свою работу и уничтожают зарождающиеся опухолевые клетки. Данные, которые свидетельствуют о том, что иммунная защита имеет благоприятное свое влияние на прогноз заболевания, были получены в клинических исследованиях, которые показали, что выживаемость при отдельных формах злокачественных опухолей значимо зависит от концентрации Т-лимфоцитами микроокружения опухоли. Это так называемые тилы, тюморинфильтрирующие лимфоциты. И вот вы видите здесь на этих графиках, что при метастатической меланоме выживаемость при большой концентрации тилов значимо выше, чем при низкой концентрации. Голубая кривая это высокая концентрация, синяя низкая. И то же самое при плоскоклеточном раке лёгкого вы также можете посмотреть и увидеть эту зависимость. И профессор Розенберг в Соединённых Штатах Америки развивал эту теорию и применял тилы для лечения злокачественных опухолей. Но опухоли в свою очередь развивают и используют другие и довольно сложные механизмы, которые позволяют от опухоли спрятаться и прекратить иммунную защиту. Это также различные механизмы. Во-первых, подавление действия опухолевого антигена. Во-вторых, секреция иммуносупрессивных факторов. В-третьих, это подавление атаки иммунных клеток и привлечение иммуносупрессивных типов клеток, например, регуляторных Т-лимфоцитов. Таким образом, уклонение опухоли от иммунного надзора осуществляется различными путями. Я думаю, что многие пути еще до сих пор неизвестны, но некоторые пути, а именно те пути, которые позволили в настоящий момент времени создать новые препараты, вот здесь представлены, а именно это PD-1, это экспрессия клетками опухоли легандов программированной смерти и другие также механизмы, которые вот здесь представлены, это взаимодействие популяции Т-лимфоцитов с антигенами цитотоксических Т-лимфоцитов и которые осуществляют костимуляцию последних и препятствуют их активации. Таким образом, существуют активирующие и подавляющие рецепторы и регулирование точек контроля Т-лимфоцитов. Вы здесь видите активирующие рецепторы представленные CD28, OX40 и CD137 и подавляющие рецепторы это CDA4 и PD-1 о которых дальше пойдет речь и которые сейчас используются ингибирование которых используется для осуществления иммунотерапии. Существует иммунотерапия активная и пассивная и здесь нужно сказать, что активная иммунотерапия и пассивная тоже иммунотерапия они в то же время являются и таргетной терапией. То есть иммунотерапия и таргетная терапия они пересекаются потому что это все равно механизм действия такой же то есть воздействие на определенную мишень которая подавляет опухолевой Ну, вы видите здесь, что модуляция функций Т-лимфоцитов как раз включает ингибирование CTL-4 и PD-1, то есть это появление препаратов эпилимумаба, неволумаба, пембролизумаба, о которых мы будем дальше и говорить. Вот здесь представлен механизм действия новых иммунотерапевтических препаратов, а именно блокада CTL-4, которая здесь вот вы видите, представлен блок CTL-4 с B7, который связывает клетки иммунной защиты, дендритные клетки и Т-лимфоциты, не позволяя им осуществлять иммунный надзор. Таким образом, разблокировка вот этой связи с помощью эпилимумаба, который связывается с CDL-4 и проводит таким образом разблокировку дендритных и Т-клеток для того, чтобы они осуществляли иммунный надзор. И в то же время неволумаб то же самое осуществляет блокаду PDL-1, освобождает Т-клетку для того, чтобы она работала против опухоли. Клинические исследования сейчас чрезвычайно многочисленные. Это все практически солидные опухоли, даже редкие опухоли и все гематологические заболевания, опухолевые заболевания. Анти-CDL-1-4 это первый препарат иммунотерапии эпилимумаб, который освобождает Т-лимфоцит для того, чтобы он действовал. И первые исследования были проведены при меланоме. При меланоме эта опухоль была выбрана, потому что описана спонтанная регрессия меланомы, потому что цитотоксические препараты не действуют на нее. Это исследование было построено просто. Рандомизация на лечение эпилимумабом с диком декорбозином по сравнению с плацебо плюс декорбозин. И было показано, что выживаемость значимо увеличивается при использовании комбинации с эпилимумабом. Медиана была достигнута 11,2 месяца, что значимо статистически достоверно лучше против применения одного декорбозина. То же самое было получено в отношении числа больных без прогрессии, значимое увеличение этих больных. И такая же зависимость была получена в отношении продолжительности противоопухолевого ответа у больных, которые лечились эпилимумабом. Медиана составила 19,3 месяца. При меланоме это были очень хорошие, значимые результаты, которые действительно подтвердили, что вот этот новый метод работает. А до этого меланому практически нечем было лечить. Но что еще более интересно, и это характерно для иммунотерапии, что в объединенном анализе 12 исследований плато общей выживаемости приобретало абсолютно параллельную кривую. То есть медиана общей выживаемости, достигнутая за трехлетний период, потом сохранялась и продолжала поддерживаться на том же самом уровне. Это вот характерная особенность действия иммунотерапии. В отношении эпилимумаба тоже были получены первые значимые результаты, опять же, при меланоме. И сравнивался уже тут Ниволумаб против Декарбазина, опять же. И тут же сразу же было получено значимое увеличение выживаемости без прогрессирования, которое показало за однолетний период 73% по сравнению с 42% от Декарбазина, что являлось в то время стандартом терапии меланомы. Диссеминированной меланомы. Особенностями ответа на иммунотерапию следует обязательно считать то, что вначале может первым действием проявиться иммунотерапия как мнимое прогрессирование. То есть увеличение объема за счет инфильтрации клетками защиты, лимфоцитами, макрофагами и мнимое увеличение опухоли. На этом нельзя останавливаться, нельзя считать это прогрессированием, а следует лечить больного дальше. Таким образом, вариантами ответа на иммунотерапию могут быть на первом графике представлен сразу быстрый ответ, на втором графике стабилизация, то есть медленное уменьшение опухоли. На третьем графике вначале идет прогрессирование, которое является мнимым прогрессированием и дальше уже хороший ответ в виде уменьшения опухоли. И также появление новых очагов может наступить за счет проявления мелких очагов в результате микроокружения защиты, может проявиться после начала терапии и затем только наступить улучшение. Вот здесь вы видите на снимках, это все представлено. Вот в начале, первый верхний снимочек фото больного, метастазы диссеминированной меланомы, через 12 недель, вы видите увеличение очагов, можно было бы сказать, что это прогрессирование и снять больного с терапией. Но это не так, через 16 недель вот уже уменьшение и дальше 96 неделя регрессия опухоли. Вот таким образом проходит иммунотерапия и это требует внедрения новых критериев оценки эффективности, поскольку старые критерии, они не подходят с учетом того, что я вот уже сказала. Поэтому в настоящий момент времени общая выживаемость является тем параметром, который отражает полную картину клинической эффективности. Ну, нужно сказать, что сейчас уже используются методы комбинированной иммунотерапии, которые оказываются более эффективны, чем монотерапия. Здесь представлены те же графики при лечении больных диссеминированной меланомой и красная кривая отображает воздействие неволумаба в комбинации с эпилемумабом. Вы видите, это лучшая выживаемость без прогрессирования 11,5 месяцев. Ну, и далее голубая кривая – это один неволумаб, зеленая кривая – это один эпилемумаб. Очень интересный факт о ответе опухоли в зависимости от экспрессии PD-L1. Нужен какой-то маркер. Нужен маркер, который бы до начала лечения мог бы помочь в отборе больных, у которых лечение будет эффективным. Ну, вот было проведено исследование при меланоме и действие неволумаба с эпилемумабом, которое показало, что эта комбинация, как и одни препараты, работает вне зависимости от экспрессии PD-L1. Однако все же следует отметить, что при экспрессии более 5% и даже менее 5% комбинация эпилемумаба была более эффективна, чем монотерапия. Проблема переносимости является очень значимым при применении иммунотерапии, потому что иммуноопосредованные нежелательные реакции, они бывают довольно сильными и могут привести даже в некоторых случаях к летальным исходам, поскольку это реакции кишечные могут сопровождаться такими осложнениями, опасными для жизни, как, например, перфорация кишки. Поэтому требуется, во-первых, тщательное наблюдение, во-вторых, своевременное выявление и лечение побочных проявлений. Они могут быть в отношении кожных реакций, эндокринной системы, печени, желудочно-кишечный тракт, нервная система, глаза, дыхательная и другие в виде аутоиммунных процессов. Еще на одном я хотела бы остановиться. Вот новое исследование. Это уже неволумаб плюс-минус эпилемумаб при распространенном мелкоклеточном раке легкого. Почему мне хочется показать эти графики? Во-первых, подчеркнуть, что здесь также комбинация комбинированной иммунотерапии неволумаба с эпилемумабом значимо лучше. Это красная кривая, чем лечение одним неволумабом. Во-вторых, остановиться еще на одном очень важном критерии. Здесь уже исследовалась нагрузка в виде определения мутационная нагрузка опухоли. Потому что мелкоклеточный рак легкого относится к высокомутирующему раку. И его лечить очень трудно при этом, потому что нет пока таргетной терапии. И поэтому здесь исследование экспрессии PD-L1 не привело к значимым результатам. Не было зависимости эффекта от экспрессии. И тогда изучалось, поскольку это мелкоклеточный рак легкого с высокой мутационной нагрузкой, выживаемость без прогрессирования оценивалась по подгруппу мутационной нагрузки опухоли. И было показано, что высокая мутационная нагрузка опухоли предполагает более высокий объективный ответ и лучшую выживаемость. Поэтому при мелкоклеточном раке легкого маркером чувствительности к иммунотерапии может послужить определение мутационной нагрузки в опухоли, для чего существуют уже теперь определенные методики. Таким образом, заканчивая сегодняшнюю презентацию, мне хочется сказать, что на настоящий момент времени все больше и больше положительных результатов появляются при использовании иммунотерапии рака, что приводит к увеличению рекомендаций для использования этого метода в лечении различных солидных опухолей. И в настоящий момент времени, в 2017 году, зарегистрированы уже авилумаб для лечения карциномы Меркеля, неволумаб для лечения рака мочевого пузыря, пембролизумаб для лечения немелкоклеточного рака легкого, неволумаб также для других злокачественных опухолей, для рака почки, для лимфомы Ходжкина, плоскоклеточного рака головы и шеи, пембролизумаб также для лечения плоскоклеточного рака головы и шеи, и новый препарат отезолизумаб, зарегистрирован для лечения рака мочевого пузыря и немелкоклеточного рака легкого. Но уже появились ещё и новые комбинированные режимы для лечения злокачественной меланомы и также для лечения немелкоклеточного рака лёгкого. То есть быстрое развитие иммунотерапии благодаря внедрению клинических исследований сейчас многочисленных и положительным результатам этих исследований. Таким образом, несмотря на развитие основных лечебных методов хирургии, лучевой терапии и химиотерапии, а также таргетной терапии, иммунотерапия теперь является наиболее перспективным методом лекарственного лечения злокачественных опухолей. И в настоящее время она рассматривается как возможность обеспечить долгосрочное выживание и стать новым механизмом лечения для многих типов опухолей, которые позволят больным жить с существующей злокачественной опухолью, как с хроническим заболеванием. Благодарю за внимание.